Всем привет! Записываю уже миллион раз, но тем не менее, надеюсь, что на миллион первый получится. Итак, сегодня свое видео посвящаю косметике. Смотрите, что у меня тут новенького появилось. Хочу очень поделиться, прям не терпится. Ну, девочки, что такие девочки. Поэтому считаю, что данное видео будет все-таки интересной, прекрасной половине нашего человечества, то есть нам, девочкам. Итак, первое, что я хочу рассказать и показать, вот такое вот масло для губ от Невея. Вообще, с Невея именно как генические помады у нас не очень задалось, не очень мне нравятся эти помады, как они действуют. Но вот это масло меня очень приятно удивило. У него очень приятный аромат, просто кокос кокосом такой сладкий. И текстура реально такая нежная. Ну, видите, здесь такие полоски, это просто тут уже Аленка так же тестировала, да. Вообще, оно очень хорошо питает, именно питает, так ух, как питает. И вначале я думала, что этого продукта мне хватит надолго. Но если его использовать еще на сухие участки кожи, то, конечно, расход будет быстрее. А питает он, в какой-то мере смягчает очень классно. Поэтому также его можно расходовать вот на такие участки, там где-то вот тут еще вот сухое. В общем, такой, знаете, все-таки многофункциональный продукт, который мне очень понравился. Присмотритесь. Мне кажется, так же многим понравится. Следующее, что хочу показать и рассказать. Второй мой консилер от Maybelline Dream Luminium. Опять забыла третье там слово. Минус в этих консилерах, что у них очень быстро стирается здесь на упаковочке все обозначения. Я даже где-то записывала, но опять мне память подвела. В общем, тут ньют 0.2, это видно. Он классный. Он все, что мне хотелось бы вот на сегодняшний день, пока я не пробовала, допустим, более дорогие продукты, не устраивает. И расход его устраивает. Как он наносится, как он держится, что он делает. В общем, все-все-все. Единственное, что кожа должна быть все-таки нормальной, куда вы его наносите. Потому что со временем он ее подсушивает. Чуть-чуть, но подсушивает. Он не забивается, он не скатывается лично у меня. Но есть такое, что вот именно вот эти вот участки после длительного применения могут немножечко подсушиваться. Так что хорошо увлажняйте свою кожу. Кожу надо любить. Использовать не только декоративные средства, но и ухаживающие, уходовые. В общем, ухаживать. Следующее покажу два лака. Кстати, один из них тоже от Maybelline Colorama 60 секунд, который быстро высыхает. Номер 53. Это такой очень-очень нежно-розовый с блестяшками, как это правильно говорится, с мелким шиммером. Он реально высыхает очень быстро. Я, в принципе, сейчас стараюсь все-таки лаки приобретать, которые быстро сохнут. Так как времени на маникюр у меня катастрофически мало. И плюс это такой оттенок, который подойдет, мне кажется, любому типу кожи, тону кожи, любым ногтям, форме, в общем, так далее. Он мне всем понравился. Видите, сколько я его уже использовала. Единственное, носка у него не такая уж долговечная. Но, в принципе, они все эти лаки сильно уж там долго. Даже ни гель-лаки не держатся. Ничего плохого про него сказать не могу. И цена у него была очень даже интересная. Какой-то, по-моему, распродажа. Так что вот такой вот лак от Maybelline. Тоже плюсик в компанию Maybelline. Лично мне нравится практически все из Maybelline. А вот это вот Ева Мозаик. Более темный оттенок лака. У него здесь получается, и видно, не видно на свету, темная основа и золотистые эти вот блески, шиммер. Но, я не знаю, этот лак стирается водой. В общем, вначале я его нанесла на ногти. Он мне так быстро облез. Думаю, да что ж такое-то. Ну, как-то очень супер-быстро облез. Потом опять моя Аленушка. Вместе мы с ней накрасили, сделали маникюр. Да, таким темным. Ну, иногда, знаете, мы там уже что-то экспериментируем. И она пошла купаться. Папа пошел мыть, да. И она выходит из ванной с абсолютно чистыми ногтями. Говорю, Саша, ты что ее стирал? Я понимаю, что мужчина такое делать не будет. Но он не идеально чистый. Он такой, я просто помыл. У нее смылись водой. Я потом прочитала тут все. Просто есть детские лаки, которые смываются водой. Я прочитала все. Здесь нет такого обозначения, что он смывается водой. Что там какая-то там у него серия. Нет. Написано для ногтей. Легко наносится. Быстро сохнет. Номер 325. Все. Тут даже отодрала все вот это вот наклечку. Нигде не написано, что оно смывается водой. Но он смывается водой. Я не знаю, что с ним делать. В общем, он так стоит. Цвет мне очень нравится. Но носить его невозможно только если с каким-нибудь супер покрытием. А коего у меня нет. Ладно. Так. Здесь у меня аж целых три туши. Вот такие вот туши. Начнем по порядку. Первая все та же Maybelline. Была у меня тушь такая в другом тюбике. Был тюбик вот такого цвета. Нежно-розового. А это как-то типа более черное. С щеточком-веером. С резервуаром. То есть они отличаются, что она считается типа более черное. И другая щеточка. Тут еще написано, что тут с маслами. В общем, эта щеточка мне абсолютно не понравилась. Предшественник. Куда круче, куда лучше. Но это на мой вкус. Она также силиконовая. Вот такая вот форма. Как по мне, так абсолютно неудобная. Неудобно ей разносить вообще тушь по ресницам. Само качество туши нормальное. Но даже у первого варианта мне казалось, что более угольно-черное. Что более реснички кукольные. В общем, первый вариант туши мне понравился миллион раз больше. Этот же как-то так попользовалась. Попробовала и больше покупать не буду. Но как по мне, так все-таки эта щеточка не очень удачная. Далее. Вот такая вот тушь. Это у меня из-за кромов моей мамы. По-моему, такое уже не производит. Как правильно показать-то? Это Ariflame. Наверное, по чубику заметили. По-моему, 2015 год. Вот, честное слово, я почитала. Нигде не написано срок годности. Но она все-таки подсохла уже. Volume Build. Маскара Volume Flex Formula. Тушь стилиста, она в свое время была заявлена. Она с ворсовой щеткой, то есть не силикон. Обычно такая пухленькая. Просыпается мой помощник. В общем, тушь эта подсохла. А все прелести я рассказать ее не могу. Все-таки надо пользоваться продуктом в свое время. А вот теперь то, что я очень хотела попробовать. Что-то я посмотрела в видео всем известного блогера, которого очень много тысяч подписчиков, где она рассказывает про бюджетные находки. И, как говорится, побежала покупать эту бюджетную находочку. В общем, это тушь от Rimmel Scandalize Reloid. Где супер-супер объем. Также щеточка ворсовая. Она большая. И это пока единственный минус, что она большая. Все-таки я привыкла более меньшими щеточками пользоваться. Ну, кстати, такой запах обычной туши. Вот прям сверх объема я, конечно, не ощутила. Она у меня сейчас на моих ресницах. Ну, а в целом, в принципе, за 390, по-моему, рублей эта тушь нормальная. Она еще была по акции. Более подробно я расскажу, когда она закончится. Потому что я только в самом начале ее тестирования. Следующее, что у меня появилось, это... Это вот такой вот лайнер от Limony. Он блестит. То есть это не матовый, это глянцевый. Глянцевый финиш. 24 часа стойкий лайнер Limony. Вот такая вот малютка. Написано, что это сделано в Германии. Мои руки в Германии. Она, кстати, вполне себе приличная. Вот такой тоненький носик. Рисует и толсто, и тонко. Класс, да? И на самом деле у него такой блестящий вот этот вот финиш. Он держится весь день. Она никуда не скатывается. Она не крошится. Она не стирается, не отпечатывается. В общем, всем я довольна, кроме цены. Когда я увидела цену, я немножко перепутала ценники. Знаете, как обычно, продукт стоит один. Рядышком что-нибудь стоит похожее. И эти ценники там или перепутаны, или еще что-то. В общем, эта вот малютка стоит 600 рублей. Когда я ее увидела, у меня какое-то затумание на нее было. Думаю, что 600 рублей? Да максимум 300. Ну, честное слово. За 600 рублей можно было какую-то другую косметику присмотреть. В общем, не знаю, что тут 600 рублей. Потому что даже от Vivienne Sabot эти вот подводки, они, в принципе, вы знаете, не особо-то отличаются. А стоят сущие копейки. Так что, так что, так что, мне кажется, цена завышена. Ну, а качество, в принципе, хорошее. Поэтому, что уж уругаться. За качество надо платить. Но, повторюсь, за 600 рублей я могла какую-нибудь другую марку присмотреть. В общем, надо быть внимательной, ходить по этим магазинам. Более внимательно читать в цепь ценники. А никогда уже расплатился смотреть на чеки, что же ты там купил. Ну, а вообще, вообще, то, что это водостойка, я, в принципе, ее смываю легко всеми средствами. Нет такого, что она прям въелась. Ее надо только мочалкой тереть. Такого нет. Вполне себе легко смывается. И еще, что забыла показать от Maybelline. Вот такая вот помадка. Вторая моя помада от Maybelline. Первая у меня была матовая красная. А это нет, это не матовая. Наоборот, она такая ухаживающая, такая шелковистая. И она немножечко переливается. Тут два оттенка. Она идет как такая спокойная нюдовая, такая слегка розоватая, пыльная роза. Но есть такие вкрапления, которые очень красиво блестят на солнце. Такие мелкие-мелкие-мелкие блесточки. Вообще, это номер 240. Даже на самой этой вот упаковке видно, как она переливается. В смысле, вот какой цвет, какой оттенок. И так оно есть на губках. Она очень нежная. Она просто класнючая на каждый день. Можно как и пожирнее, так и не жирно. Видите, у нее такой золотой отлив. Вот если вот смотреть под другим углом, то этот небольшой такой золотой отлив есть он. И она абсолютно не сушит губы, абсолютно не скатывается. Она абсолютно мягкая, нежная. Все прелести помады. Вот даже когда она была новая, я поменяла ее вот со своей помадой, у меня губы никак не отреагировали. А на некоторые помады бывает, что губы наносишь на губы помадой, потом что-то типа герпеса выскакивает. Вот с этой помадой такого вообще не было. Color Sensation, да, это Color Sensation Galactic и другое слово. В общем, классная помада. Вот ее от всей души рекомендую всем. Потому что мне кажется, она подойдет также любому типу. Вообще, я за универсальную такую косметичку, то есть и праздничную и на выход, в смысле, что и на каждый день. Что, как вот, мне кажется, это универсальные такие продукты должны быть у каждой просто. Ну и осталось у меня немножечко ароматов. Но ароматы сказано громко. Это вот такие вот две, два флакончика. Это из Новой Заре, откуда, кстати, вот это вот Лимони. Знаете, вот у нас лично Новой Заре стоят представители. Или ты проходишь в другой магазин, и тебе тут суют пробник. Как правило, на пробник наносят очень вкусный аромат, очень. Ты туда заходишь, и там говорят, а у нас все очень дешево, все очень вкусно, такое стойкое, и все. В общем, я повелась на этот пробник. Мы пришли. Вот этот флакончик стоит, по-моему, рублей 590, что ли. И это императрица от Dolce & Gabbana. Они не скрывают, что они делают закосы, что они продают закосы под известные ароматы. Ведь у них есть и свои, то есть своя линейка есть в Новой Заре. Кто знает Новой Заре, это еще со времен наших мам, бабушек и так далее. Новые все они делают вот такие закосики. Он очень сладкий, очень. Ну, конечно же, он не стойкий. Ну, как он продержится, но надо всегда обновлять. Все-таки это не парфюм, да. Хоть ты с ног до головы обрызгайся, там через пару часов у тебя, может быть, свет на одежде останется. Но минус вот этих вот новых Зарей, Новые Зари, что она какая-то немножко мыльная вся вода. Вот честное слово. Есть и вкусный аромат, запах там послевкусия. И есть такое, как будто это какое-то мыло. То есть вот реально что-то мыльное такое. Мыльно-гелевое. Ну, не знаю, как-то так вот. И многие, что я потом слушала, они, да, они вкусные, они сладкие, но они какие-то мыльные. Но в целом мне нравится вообще, тем более за 600 рублей быстро кончается, не надоест для разнообразия самое новое. И, и, и вот такая вот малютка. Это также от Арифлейм. Випонли Арифлейм. Это как сумочный вариант, да, кинуть в сумочку, в любую влезет. Она уже более стойкая по сравнению с предыдущей. Такой пульверизатор, пульверизатор, распылитель, да, то есть пшик-пшик. И запах, аромат держится дольше. Это такой в стиле Арифлейм у него. Есть приятный шлейф, но есть этот отдушина, что это Арифлейм. Все равно вот как-то не крути, а мне кажется, вот такие вот сетевые парфюмы все равно освеживаются. Я знаю, что они делаются известными парфюмерами, что для них упаковки разрабатывают другие известные дизайнеры. Я все это понимаю, что это дешевле, чем мы пойдем в ту же Литуалью или еще какой-нибудь магазин, где там три дорого стоят. Тут, в принципе, то же самое, но все равно изюминка Арифлеймовская присутствует. Но этот Виппонли, он мне все равно понравился, он сладкий. Состав его лучше читать на сайте. Не буду я сейчас блистать тем, что я тут нюхнула и сразу же ощущаю всякие верхние и нижние ноты сердца и так далее. Нет, он мне просто нравится. Мне просто и нравится его сладость, его небольшая крепость. По большей части просто сладость. Мне нравятся все сладкие. Не сильно приторные, но сладкие такие ароматы, запахи. Поэтому эта малютка также, видите, я ее пользую активно. Она поселилась теперь в сумочке. Я думаю, что на весну, на лето мне вполне ее хватит. Она легкая, она не затумляет мозг, голова от нее не болит. И приятный шлейф остается. Что еще нам надо? Ну все. Вот такие были новинки. Их, видите, не так много. И то, я наговорила, на целых 15 минут. Ну, теперь я буду прощаться. С удовольствием почитаю все ваши комментарии. И мнение, может быть, оно не совпадает с моим. Вы пользовались такими же продуктами, вам понравилось куда больше, чем мне. Или наоборот, мне понравилось. Ну все. До новых встреч. И пока-пока.